Приветствую всех, кто подключился только сейчас к симуляциям первого дня третьего тура группового этапа Чемпионата Европы 2012 года. С возвращением всех тех, кто пришел с матча Греция-Россия, ну или симуляции, неважно. С вами по-прежнему Alien, и я предлагаю вам посмотреть симуляцию матча между командами Чехии и Польши, которую я провожу за сутки до реального матча. Матч пройдет на городском стадионе города Врослав. Судьей матча будет шотландец Томсон Крейг. Команды, собственно говоря, в реальном чемпионате имеют все шансы на то, чтобы выйти в четвертьфинал, поэтому борьба должна быть нехилой со стороны обеих. У сборной Польши 2 очка, у сборной Чехии 3 очка. Поэтому бороться за первое, а то и второе, нет, нет, второе, а то и первое место могут они просто-таки со всей силой. Составы, как и всегда, основаны на прошлых матчах, которые провели команды, поэтому давайте начнем. На воротах у сборной Чехии стоит незаменимый Петр Чех, номер 1. Ну, как вы поняли, наверное, я говорил уже о составах команд. И начал с состава сборной Чехии. В защите слева направо. Восьмой номер Давид Лимберский, третий номер Михаил Кадлец, шестой номер Сивок, Тамаш или Томаш Сивок. Второй номер Теодор Гебреселаси. Первый негритянский, чернокожий, или как его правильно будет сказать, политкорректно, футболист сборной Чехии. А, ну, расстановка на поле 4-2-3-1. Опорная полузащита у сборной Чехии состоит из двух футболистов. 17-го номера Томаша Хипшмана и 13-го номера Ярослава Плашала. Атакующая полузащита. 14-й номер Васлав Пилаш, 10-й номер капитан команды Томаш Росицкий и 19-й номер Петр Ирочек. В нападении у сборной Чехии Милан Бараш. И здесь не получился навес у сборной Польши. Давайте как раз к составам этой команды и перейдем. Та же самая расстановка на поле, что и сборной Чехии. На воротах вернулся Войцех Шэнсны после того, как его удалили в первом матче против сборной Греции. Титань хорошо, видимо, отработал первый матч между... Второй матч группового этапа сборной. Но вот Милан Бараш выходит вперед. 1-1 с во втором, по сути. Ну же! Ну же! Ударь! Нет, здесь Василевский останавливает спокойно Бараша. Без всяких усилий. В защите у сборной Польши 2-й номер Себастьян Бениш. 15-й номер Дамьен Перкис. 13-й номер Марцин Василевский. 20-й номер Лукаш Пищик. В полузащите опорные полузащитники. Дарью Ждутко, 5-й номер. И 7-й номер Оген Поланский. Нападающая полузащита. 10-й номер Людовика Броняк. 11-й номер Рафаал Муравский. 16-й номер капитан команды Якуб Лощиковский. Нападение. 9-й номер Роберт Левандовский. Вот и все, в принципе. Удар Бараша и гол! Гол! Как это незаметно-то пришло. Я даже не особо так и не комментировал эту атаку. Она была такой незримой, но, видимо, очень такие опасные. Потому что сборная Польши, ну или очень отвлекла этой спокойностью сборную Польши. Потому что как-то особо она не среагировала. Особенно тот защитник, который держал Бараша. И вот сборная Чехии выходит вперед. Я думаю, к радости многих русских болельщиков. Потому что многие, наверное, желают того, чтобы сборная Чехии с разгромным счетом убила просто сборную Польши. И полностью похоронила ее шансы на выход в четверть финал. Чего желаю и я. Поэтому. Ну, кстати, да. В матче симуляций, точнее в чемпионате симуляций, который я провожу, сборная Польши находится на первом месте в группе А. Поэтому ей ничего не грозит в случае поражения. Она в любом случае выходит с первого или со второго места в четверть финала. Как определилось в прошлом матче, сборная России выходит со второго места. Ну или с первого. Я вот точно не скажу. Если подождите. Все зависит от этого матча. Сборная Польши выиграла в первом матче симуляции сборную Греции со счетом 1-0. Во втором матче выиграла сборную России со счетом 1-2 в матче симуляции. Ну и от этого матча все зависит. Если сборная Польши не выигрывает со взрывом в 2 очка, а то и в 3, то команда России выходит с первого места в симуляционной группе А. А, после чего встречается в четверть финале с той командой, которая заняла второе место в группе В. Сборная Польши, естественно, выходит на первое. Точнее, на команду, которая заняла первое место. Милан Бараш. Они пасуются с Российским. Нет, на этот раз Российский. Но здесь офсайд. Офсайд. Нет, нет офсайда. Флашил. Нет, здесь сборные... Защитники сборной Польши подставляют под удар. И здесь не получается удара у нападающего. Или нет, там полузащитник, по-моему, был. Полузащитник сборной Чехии не разглядел, кто это был. Да и не важно, я думаю. Слишком большой и далекий заброс от войцы Хашенсны. Как-то, по-моему, до Петрачеха вообще мяч не доходил сегодня. Он даже не вступал в игру. Нет, по-моему, он вступил один разок или даже два. Бараш с мячом. Пас на Российский вразрез не получился. Блащиковский, капитан команды. Ну же. Может быть, хоть ты что-то покажешь. Хоть ты отдашь мяч без лишних слов сборной Чехии. Муравский. Кадрис пытался отобрать мяч. Ну и отобрал, в принципе, по-моему. Плашил, плашил, забегает. Нет, уходит все-таки на фланг и атака замедляется. Успевают все нападающие, все полузащитники из нападения. И вообще, хоть кто подбежать к штрафной сборной Чехии. Прибежал даже Чехии, Польша, извините. Прибежал даже Гибберя Селаси. И, как видим, владение мячом по делу больше у сборной Чехии. Но первый матч особенно показал то, что сборная, которая проигрывает еще и со счетом 1-0, может и выиграть, увеличив и улучшив скорость свою во втором тайме и улучшив вообще игру. Сейчас непонятно, что-то творилось между игроками сборной Чехии. Не поняли они, что делать с мячом и опасно. Кадрис, удар, Ливандовский. Ирочек, выбить, выбить. Молодец. Молодец, Барш поборолся с мячом, не за мяч с мячом. За мяч не получилось ничего. Гибберя Селаси прессингует. Ливандовский снова. Муравский. Опасно. Опасно. Бронях подает. Опасно. Выбивают мяч защитники сборной Чехии. И на этом заканчивается первый тайм этого напряженного матча. Барш на 17-м минуте открыл счет. И у Польши не получилось, как и у сборной России, быстро его сравнять. И пока что преимущество у сборной Чехии. В этом. В этом матче. Очень тихонечко. Они очень быстренько. Классненько. Наверное. В качестве сюрприза преподнесли этот гор. Гор. Блин. В японском стиле сказал. Простите. Я кашляю. Что-то в горло попало. Ну и. Если смотреть так по статистике. Матч особо так ничем не отличался. Если бы такая статистика была в реальном матче. Я бы. Заснул нахрен его. Смотря. Давайте переступим. Приступим ко второму тайму. Врослав сегодня увидит больше одного гола или нет? Барыш. Барыш. Ну же. Опытный Барыш. Что-то вы. Что-нибудь. Ты можешь. Нет. Смотрите как. Смотрите. Что там творилось. Поборолись с мячом. Эээ. Игроки обеих команд. И все-таки поляки оказались сильнее. Василевский мяч подобрал. Но Барыш у него. Перехватил мяч. И Барыш. Нет. Его Василевский все-таки держит. Держит и спокойно отбирает мячик. В силовой борьбе. И выбивает его за боковую линию. Пиларш с мячом. Расистский. Пас на левый фланг. На Либерске. Снова Расистский. Но нет. Здесь Пищик догоняет мяч. И снова выбивает его за боковую линию. Сборная Польши уже ничего не может сделать. Они метаются. Метаются. И мяч только выбивают. С территории футбольного поля. Уходит Рафаил Муравский. Уходит Андриан Мержиевский. На поле. Сочинение с поля на поле. Расистский с мячом. Пас обратно на Пиларжа. Пас назад. Вообще наплашило. Ирочек. Почти свободно. Можно про... Нет. Нельзя уже пройти. Двое защитников сборной Польши набежали. И Бениш спокойно выбил мяч из... Суглового. И снова сборная Чехии идет в атаку. Мне это напоминает вчерашнюю игру между сборными Испании и Ирландии. Правда, там уже было какое-то издевательство, по-моему. И запинывание. Сборная Ирландии со стороны сборной Испании. И вот он пас вразрез на Пиларжа. Но Пиларжа здесь хорошо. Держит пищик. Пиларж находит. И Ирочек. Ирочек. Ох ты, какой красавец. Какая комбинация. Вы посмотрите, как они... Эм... Пишик набегает. Дудка с мячом. За Дуди. Пас на Львудовского опасно, но здесь хорошо работает сборная Чехии в защите. Хюб, чем он, с мячом опасно. Российского не получается. Блащиковский не смог побороться. И снова мяч у сборной Чехии. Мяч просто метается от одной команды к другой. Плашил. Хюбчман. Можно отдать. Было пас на пас на право, но он выбрал пас на Российского. Пас на разрез на Пороша. Но здесь нет. Защитники сборной Польши все-таки мяч снова выбивает за боковую линию. Вся игра для сборной Польши идет за боковую линию. Все мячи они выбивают именно туда. Гибриселасия играет вместе с Плашилом. Российский. Отсюда можно и пробить вообще. Пиларш. Забег по львому. Снова Российский. Российский просто... Я столько раз сказал слово Российский в этом... Ирочек! Но Василевский останавливает мяч. Просто Шенсен уже выбегал под этот мяч. Хотел остановить его своим телом. Просто налететь на него. Но Ирочек. Какой Ирочек? О чем это я? Пищик. Сработал. Или кто-то Василевский. Блин, я уже забыл кто там сработал. Василевский, по-моему, сработал. На отлично. И снова за боковую линию улетает мяч. Сборная Польши уже ничего не может... Абсолютно ничего не может сделать в этом матче. Уходит Петр Ирочек. Выходит Владимир Даридо. И еще... Замену сборной Польши была. Ушел Дарью Ждутко. Вышел Андриус Матющий, по-моему, Андриус. Но вот снова атака. Не помогли. Не помогла замена сборной Польши. Хоть что-то сделать. И тут Ливандовский пытается набежать. Но Кадлиц спокойно мяч подбирает. И, наверное, не упустит, если не будет заниматься херней на левом фланге. Пытаясь... Когда рядом с ним стоит нападающий сборной Польши. Но все закончилось окей. Снова российским мячом. Снова Барыш. Нет, здесь у Барыша не получилось уже ничего. Но мяч снова откачил футболистам сборной Чехи. Просто запида уже какой-то идет. Барыш, нет, не получилось у него потолкаться с защитников сборной Польши. И мяч снова уходит за боковую линию в пользу сборной Греции. О, Греции, простите. Чехи, конечно же. Какая Греция? Греция сегодня поиграла России. Томаш Российский уходит. Входит в Милан Петржелло. В горло что-то попало. Не могу никак откашляться. Простите. Гибриселасия забегает на правом фланге. Игра уже не уходит с половины поля, на котором разместилась сборная Польши. Барыш, можно налево отдать фланг. Пищик! И вот здесь вот не получился. Не получился перевод мяча в ворота. Не получился. Да, здесь получился перевод на угловой. Вот что здесь получилось. Лашел подает мяч. Вот здесь может получиться опасная контратака со сборной, со стороны сборной Польши. Нет, здесь офсайд. Или нет офсайда? Нет офсайда? Нет, там был все-таки офсайд. Боковой судья поднял флажочек. Да, немножко. Немножко, немножко Ливандовский забежал офсайд. А так могла бы быть и хорошая контратака. Лимберский выпинывает мяч подальше. К воротам. Войца Хаченсны. Бениш пытается начать атаку по левому флангу. Поланский. Нет, на Ливандовский уже мяч не прошел. До Ливандовского. Бараш. Пиларш. Лимберский. Хюбчман. Бараш. Пас на Петерджелу, который вышел на замену. У него нет. У Петерджелы ничего не получилось. Пас вперед. Нет, здесь Петр Чех, я думаю, заберет спокойно мяч. И без проблем его выбьет подальше от своих ворот. Нет, решил отдать вблизи. Вблизи стоящему защитнику Петерджелу. Снова вступил в игру и снова как-то неудачно. У него все вхождения в процесс случаются. Две минуты к основному времени добавлено. То есть, теоретически, сборная Польши еще может хотя бы забить гол Престижа. Ну и еще хоть как-то игра перешла на сторону поля сборной Чехии. К их штрафной. Ливандовский. Поланский. Блащиковский. И нет, все-таки Петр Чех, наверное, в этом матче оставит свои ворота нераскрытыми. И вот так вот сборная Чехии, пусть и находясь в аутсайдерах и уже не надеясь хоть как-то выйти из группы в симуляционном чемпионате, выигрывает сборную Польши и дарит нашей, ну как нашей, сборной России в этом матче, в этом чемпионате симуляций первое место в группе А. То есть, сборная России выходит на команду, которая займет второе место в группе Б. Пока что я не помню, кто там находится, но об этом мы все поговорим попозже. Наверное. Может быть, нам, конечно, покажут какие-то моменты, которые были в этом матче, но я думаю, что там может быть, кроме гола. Вот, собственно, все голы. Какой-то странный момент у ворот сборной Чехии произошел, когда это было, наверное, какие-то доисторические времена. Ну и вот второй гол. Здесь еще был перевод на угловой, мог бы быть и третий гол. Но в любом случае, матч прошел тихо, спокойно. У ворот сборной Польши он проходил. Сборная Чехии вообще не страдала, Петр Чех не вступал почти в игру. И я думаю, что так и должно случиться в реальности. Желаем сборной Чехии удачи. Говорим сборной Польши до свидания на этом чемпионате. Чтобы больше никогда фанаты и болельщики сборной Польши не свистели просто так с трибун. Потому что им... просто потому что они тупые говнюки, их больше на, собственно говоря, трибунах. А в общем, на этом все с этими... на сегодня, с этими матчами симуляций. Встретимся с вами завтра в симуляциях матчей группы B, в которых определится то, те команды, которые займут первое и второе место в этой группе. До встречи!